всем привет ребята сегодня у нас 1 апреля никому не веря раньше это был очень веселый такой шуточный праздник а сейчас видите не до шуток у нас пустая улица до вчера тишина юра так еще пилит станок хоть работает а вчера я вышла вот обычно тут собираются кто-то тут по разговаривать никого у нас значит губернатор алтайского края издал указ о самоизоляции граждан не о карантине а самоизоляции ну будем самоизолироваться куда деваться что будут бешеные штрафы а мы почему выехали на стол он у меня талончик на узи несколько дней подряд звонила говорю что делать ну думаю может быть перенесут нет нет сказали приезжайте ну это звонила в кабинет экгэ а что будет и будут ли там принимать я об этом не знаю кабинете когда сказали приезжайте работаем улица прекрасная конечно видите только снега и грязи надо ее вообще переназвать назвать улица прекрасная то я назову лица у начальства она все улицы революционеров вот такие мало городах а я видела кстати в инстаграме подписалась на группу барнаул инфо что ли и барнаулах многоэтажках обрабатывают подъезды правда это или нет я конечно не знаю но очень неправда ну может быть что-то в этом есть я вот смотрю предприятие работает она не первое необходимо но у нас тут вообще невозможно улицу продезинфицировать микробы умирают в грязи короче называется вот превратим все в шутку юра не бреется я бы сказала слушай говорю мне нравится твоя борода лезвие тратить выходить нельзя ничего говорю экономить надо смотрите горы горы черного снега это снег ребята то не уголь поможет это эльбрус а может быть это париж вдохнуться можно как люди хотят если от меня то уже давно заразил я же тебе сказала я уже бутылочку взяла стакан себе другой взяла чтобы с него не пил так ли вчера его достал и попил с него сейчас посмотрим сколько народу вот эти здесь пока все так же как и есть машины стоят 1 2 проект мы на окраине же маленько живем один человек на два квадратных километра учуешь ты так ну ты сколько дому каждом сидят такие два глаза два уха все хотят жить ребята смотри палеты навезли кирпича строить собрались еще один дом кому война кому мать рода работа на стоять заработы человек живешь жить то надо и не знаю как люди ну допустим люди самоизолируются на неделю а дальше что вчера я жить вчера я читал что у двух третьих россиян двух третий накоплений никаких нет а у кого есть накопление это на месяц может быть хватит но максимум у кого много накоплений на полгода по нашим меркам много так что а много это сколько не знаю не знаешь не знаю врать не будут а ты на сколько затарился по организации он признает кто получает меньше пяти долларов в день тот нищий у меня меньше пяти долларов в день расходы вот настолько посчитайте сами ребята сейчас скажите я еще неплохо живу да унизительно и отвратительно ну что поделать как есть так и так и есть работают администрация я смотрю пока работают все вот сервис пожалуйста работают да вот люди идут я особую самоизолирование они это накаченные они они дезинфицированы народу меньше сейчас кто-то шел ребятишки выходили сейчас как раз время ну вот мы едем и смотрим на улицы нашего города ну достаточно безлюдно на волтайск самоизолирующийся называется вот женщина откапывая сейчас у кого здоровье есть имеется любо больница мне надо ходить деньги какие то есть конечно например этот месяц даст возможность людям дома в частном доме кто живет дома что-то подтянуть свои проблемы проблемы в частном доме всегда полно проблем я имею ввиду что-то надо подделать подремонтировать да еще кто в той частном доме живет им хоть выйти можно во двор а хоть погулять на свежем воздухе вот автобусы ходят я смотрю но куда людям же ехать надо на работу например пищевое предприятие работает наш сын вчера работал дежурил вызывали давно работу не сказать что много машин вот вижу полицейская машина до наше сноха таня говорила что горит в этом барнауле много дпс ников на дорогах я говорю юре надо талон наверно фотографировать это какой-то ну который к доктору кстати у тебя заберут назад поедем в фото и учат на этот что будет на телефон фильтр хотела купить для воды потому что как пить воду сейчас заедем или потом за фильтром нет я уже буду опаздывать потом чуть поменьше машин конечно но для площади а обычно здесь тоже есть забита еще всех не таял потому что нотариус человек заходил тоже надо да интересно работает нет наверное будет мутно потому что стекло грязная сейчас как будет так будет чуть как грустно я не знаю я знаете просыпаюсь я проснулась сегодня пол шестого утра хотя поздно легла не спится и я думаю я в каком-то страшном сне я сейчас проснуть и все будет хорошо и ужасов да и и иногда мне кажется что действительно я в каком-то фильме ужасов и вот этот вот как его представляют этот это болячка коронавирус откуда-то из раковины возникнет или еще откуда-нибудь тут тоже не очень много народа тем не менее люди работают ходят я не вижу что пособую масках ты кого видишь ну 111 а вот женщина и еще вперед нам встречалась и все что ли а вот еще а у нас сегодня сосед поставил под наш гараж машину приехал вернее даже не соседа наши соседки приехал взять нам не жалко поставил и поставил ну как цивилизованный человек взял бы номер телефона прикрепил чтоб я знала вы не поверите ребята я минут десять орала и стучала ну как нам выехать же надо из дома он смотри хостовары закрыты правильно там же нет товаров 1 или не закрыты я думаю что они закрыты запчасти он закрыты тоже а военкомат закрыт нет не закрыт он люди выходят так что выходит так мы где гнуть я гуда из погреба вылез и могу послушайте игру вы бы могли бы телефончик оставить ладно что стоите хорошо и все на этом он услышал услышал меня ну я же боюсь опоздать я же человек ответственный вот люди ходят я особо в масках и никого не вижу просто их нет и говорят что они сейчас очень подорожали слушая я сегодня у этого я по что говорю слушала этот указ губернаторов нашего указ и слышала что какая-то компания тут местная будет вроде бы маски выпускать я не знаю насколько это правда надо прослушать может это у меня какое-то больное воображение было мусор мусорка работает это хорошо я вы туда и сюда вот сюда в диагностику у меня талончик диагностику сейчас посмотрим берите дезинфицирующее средство где его возьму спирт как марку ногу спирт спирт а ну тогда давай так я сейчас ухожу вы ребята остаетесь юры тут у нас кстати видать осенью видно осенью меняли окна в диагностическом центре на пластик и вот видите вокруг тут все закидано окнами давай одевай маску мать как говорится хорошо одеться как говорится ой ребята я желаю всем здоровья правда все пошла какая-то в скафандре в открытый космос выходит лариса у нас была внучка настя и мы с ней устраивали ракету у нас нет полет на марс мы устраивали хочешь говорит полет на марс он играет да как это но она сидела в комнате я расскажу мне время есть она сидела в комнате а я в это время строила ракету кресла эти старые по кругу потом сверху подушки потом сверху нагородила тряпки ну чтоб там темно было мы ей завязали глаза раскрутили в ракету это надо было снимать ребята они с юрой залезли там маленькое пространство воздух ниоткуда не проникает я включила с ютуба запуск ракеты там пуск там все кнопки все приборы и летят на марс запуска потом юра вышел в открытый космос у нас там начались космические танцы а то вдруг тебя это давай удачи я закроюсь на защелки чтобы коронавирус не проник вот так так он лариса выбежала скорее всего и не сюда не в эту диагностику подожди коронавирус это внучка нам так говорю не ребята пошла забыла видать простынь там или чё ей говори брать ну вот ребята видите люди в масках уже здесь в больнице то есть кто в больнице больницу приходит тот более так сказать как бы правильно выразиться с головой дружить что ли видите стараются в масках ходить ну то есть подразумевается если пришел в больницу то здесь больше больных и в том числе с коронавирусом конечно в чем я сомневаюсь ну смотрите девушка приехала на автомобиле одела маску и пошла в больницу я смотрю так делают все вот на этом вот автомобиль так ну вот лариса идет вышла из больницы осчастливленная так понял ну что лариса осчастливили тебя я снимаю тебя прошла прошла анализы сейчас мне расскажет но я уж на камеру не буду говорить все секреты рассказываю я говорю здорово как никто другой сейчас пришла так как у меня узи я прошла и талончик у меня к терапевту громче наезд был в этой в регистратуре тебя температуры нет острых боли нет кровотечения нет иди отсюда игру ну простите если у меня нет пандемии мне умереть от другой болезни вас никто не примет поликлинике грунт я звонила туда мне сказали примут почему мне эту делали диагностику диагностику пришла доктор вы не слышали указ президента игру слышала выходных а вы не слышали указ губернатора игру слышала самоизоляции самоизоляции а вы не знаете что карантин я говорю простите я не слышала про карантин слова такого даже не слышала никто вас принимать не будет короче дали мне все таки приняли да ну я так понял в этом указе о самоизоляции если острая необходимость то можно правильно и участка говорят значит самоизоляция это значит близко друг другу на расстоянии метро нельзя подходить в автобусе на расстоянии метро авто такси можно ехать до автобусе на расстоянии метро помнишь мы ехали на смену остановила полиция чтобы не а подожди подожди но это не значит что мы должны умереть от другой болезни правильно ты Приехали в продуктовый Сейчас бегом-бегом затаримся Да я сюда побегу Сейчас, ребятки, покажу вам, как Выглядит продуктовый 1 апреля Ну что, в магазине Народу Значительно меньше Раза в 3-4 В основном, я смотрю, продукты первой необходимости Стараются брать Ну что, вот наш Один из крупных супермаркетов Локомотив Вот в будний день здесь Вот сейчас, видите, 3 машины, да, стоит А так до самого угла Вон до тех тумб стоит все На дорогах машин стало Ну раза в 3 меньше Вот Ну вот так, в принципе, жизнь не замерла Движется Пока все движется Дай бог, пока все будет хорошо Как можно меньше болезней Как можно больше выздоровевших Ну что, девочки, мальчики Сознательные граждане сидят дома Такие, как мы, элементы А почему мы элементы? А мы вообще все время сидели дома Никуда не ходили Нам необходимость Во-первых, в больницу Во-вторых, нужно затариться было Мы же не можем всю жизнь набрать продукты, правильно? Нужно нам кормить Да, и сейчас еще в аптеку надо зайти Ну как без этого? У нас аптеки нет рядом Таблетки от давления закончились Народу, конечно, очень мало По сравнению с чем раньше Очень много в масках Вот уже в магазинах мы увидели, что в масках много Если на улице как-то не так заметно То в самом магазине очень много Где можно саморезы купить? Может, электротовар открыт? В аптеке тоже, смотрите, народу не особо Мы вдвоем еще одна посетительница Середина дня Обычно здесь народу человек по 15 Марлевых бинтов нету О, боже А почему хлоргексидина нет? Во рту пополоскать нечего Потому что... Пурацелин Таблетки? Да, отворяйте Ну, дайте тогда пурацелина протирать Потому что кто-то умный сказал, что им протирать поверхность А он дефицитивный вообще Ну, понятно Ну, во рту почему? Он помогает, если семечки пошелкают Во рту-то помогает, а поверхность питает Это такой фурацелин необычный, простой Самый Самый простой Да, мне не надо наворочивать Пирус не разбирается Да мне... А мне вот пакетик есть? Давайте А раньше были обычные Нету ничего Ужавы что есть пока А сколько тут стоит? Один пакетик Для населения не имеем права продавать А для кого? Для, наверное, больниц А больницы Это не население? Мы должны ходить всех заражать Вот, смотрите Лариса идет в гордом одиночестве Никого нету Ну, кроме меня, конечно Я же оператор, я не считаю А это вот у нас еще Такие небольшие Так сказать, сложности Первого апреля Можно, конечно, было на ту сторону пойти Что-то не догадались Но, тем не менее Снега хватает Первого апреля Я помню в школе Когда учился Правда, всеми по-ладински Первого апреля Мы уже в пиджачках В одних и шли На занятия Вот такая школа была у нас Одиннадцатая Сейчас ее нету А это вот здесь аналог Одиннадцатой школы Вот кто учился в одиннадцатой школе В школе Кто смотрит нас, посмотрите Семи-владинская Похоже, да? Ну, видимо, тот же самый проект Вот, смотрите Аптека городская Это, ну, как бы государственная Смотрите, объявление Масок, марли Широких бинтов В наличии нет Есть узкие бинты Ну, хотя бы узкие, ладно Приносим свои извинения Администрация Крыльичко какое, да? В государственной аптеке Так Обходим Вот, ребята Сердце кровью обливается О, Лариса купила немодного фурацелина Урвала, можно сказать Последний Это почем? Ну, я за бинтик По десять рублей По десять Ну вот, ребята Подъехали к строительному магазину Не работает Ну, а вдруг у людей что-то прорвало Ну, всякое же может быть Зашла в магазин Купила маме продуктов еще А то она сидит дома же Не знаю, там Вовка Выходит, не выходит Ну, короче Какая мне разница Выходит он или нет Мама же моя Вдруг у нее покушать нечего Купила я печень Курицу Купила хлеба Потом молока Творога Сметаны Ну, такое же самое первое Необходимость Масло подсолнечное То есть готовят что-нибудь Да, чтоб Быть уже уверенным Что она не будет голодать, да? Ну, на несколько дней Ей хватит супчик варить Ну да Овощи есть Лариса побежала к маме Да, еще яйца купила Да Может, кое-что еще А я ее здесь подожду Не буду заражаться И заражать Так, Лариса возвращается Ну, заходите, заходите Будем блины стряпать Тесто размешала Еле стоит Тесто размешала Я говорю, никаких блинов мы домой Нечего заразу растаскивать, правда? Ну, все правильно Ну, да Ладно По домам теперь, да? Ну, довольная Чем рассчитываться буду с тобой? Ничем Все Едем домой Немножко поддержали родителей И то хорошо Ну, все, ребятки Приехали Всем пока-пока Всем пока И, смотрите, сегодня вот такой небритый Я не буду бриться, пока не пройдет коронавирус Не говори это слово Всем пока-пока Пока-пока Пока-пока